Привет! Это ваш недельный расклад. Как обычно, традиционно у меня на картах Таро. Это будут Таро провидцев в этот раз. И на картах Ленорман. Лиловые вишневые сумерки, любимые. Приглашаю вас на расклад. Устраивайтесь поудобнее. Для того, чтобы с пользой отдохнуть, провести время полезно. Или может между делом. Это не важно. Все равно вы поймете то, что нужно услышать и понять. Ну вот. Каждый день недели, как обычно. Одна карта вышла. И на понедельник мы смотрим. Это Паш Жезлов. Паши это поиск. Это хлопоты. И Жезлы это энергия, страсть, эмоции. А также Жезлы это вдохновение. Вы будете вдохновенно проживать свой понедельник. Он будет у вас наполнен событиями. Событиями, которые важны для вас. Потому что Жезл что-то важное. Так как трифовая масть у нас в игральных картах. Что-то важное, значимое. И Паши это поиск. Это могут быть тоже дети, люди, молодые, другие люди. Вы будете хлопотать о них. Вы будете решать их какие-то задачи. И у вас все получится. Какая будет карта на день? Это карта Эрафант. Старший Аркан. Смотрите, именно в этой колоде Эрафант, он с лестницей. Это как лестница Якова. По которой ангелы ходили вверх и вниз. Зачем они ходили вверх и вниз, в вопрос. Правда? То есть у нас как хрест идет, дух христианский хрест. Но христиане взяли крест дух христианский. Естественно, символы они древние. Связь с высшим. То есть связь с мечтой. Высшее, что вы думали. Это не просто какая-то такая эфемерная духовность. Нет, это связь с мечтой. Связь с жизненным предназначением. Исходит на землю, материальную сферу. Эрафант – это такая духовность, которая позволяет жить красиво. Жить со смыслом. Жить с удовольствием. Чем больше мы узнаем о звездах и о нашем мире звездном, где триллионы звезд, мы больше всего понимаем, что наша жизнь на земле – это большое счастье. И мы понимаем вот эту радость каждого мгновения. И именно об этом лестница Якова. Эрафант, модерн Эрафант об этом. То есть день будет со смыслом. Действительно, это день, прожитый со смыслом. И очень хороший день в энергетическом плане. Смотрим у нас, что скажет Ленорман по этому поводу. Карта Крест и карта Метла. Смотрите, это сочетание. Что оно может означать? Для многих из вас будет разное означать. Зависит от того, где вы, что вы, что перед вами, какую задачу решаете, какие свои задачи вы сейчас решаете. То есть Крест – это может быть связь с духами, которые защищают вас от негатива. Плетки как негатив. Или же защита от негатива. Плетки скорее защита. Не сам негатив, а защита. А Крест может означать иногда сам негатив. Какая-то тяжесть, проволочка может быть в документах. Может быть нужно что-то делать. Была прокрастинация, потому что дело трудное. И вы решите трудное дело. И теперь Аерафант получает новый смысл. Потому что Аерафант позволит вам, поможет вам, высшая энергия мудрости, такой вселенской, или ваше внутреннее я, позволит вам решить какие-то сложные задачи в этот день. То, что раньше никак не решалось. Или вы увидите, что уже что-то начало продвигаться. Тоже Аерафант – это, конечно, священная карта. Это священнослужитель. Такой вселенский, как Творец. Крест, который защищает вас от негатива. И делает так, что этот Крест облегчается. То есть то, что было трудно сделать, например, раньше, теперь это легко получается. А Крест может быть напряжение, которое вы испытываете. Напряжение может идти от того, что вы с кем-то в ссоре. Здесь карты вам советуют не идти на рожон, можно сказать. То есть кто-то может сделать такую провокацию на ссору, а вы не поддавайтесь. Вспомните эти карты и защититесь так от негатива. Себя в броне такой. Да, у меня есть серебряный плащ, у меня есть броня, у меня есть много настройки на энергоканалы для защиты. Вот такую защиту. Сделайте вокруг себя, и все будет хорошо. Может, на работе или дома. Кто-то захочет в плохом настроении, захочет вылить на вас свой гнев. Ну, а вы не реагируете, потому что это же... Ну, вообще-то нельзя так делать, да. Если у человека плохое настроение, нужно пойти, может, принять душ, выпить чашечку кофе или ванну с лавандой. Ну, часто люди не это делают. Или подышать. Еще полезно пойти в спальню и побить подушку, например. Это тоже хорошая терапия. Но, к сожалению, люди иногда срывают злость на других. Вот, так вам здесь такой совет не реагировать. Смотрим на вторник, мои дорогие. Что вас ожидает вторник? Что даст день? Что принесет? Какие радости даст? И какие препятствия устранит, да? У нас тройка пентаклей и двойка чаш. Прекрасный день. Карты номерные, небольшие. Они говорят, что шаг за шагом какие-то дела будут решаться. И здесь вы решите что-то сообщать с теми людьми, которых любите, да? У которых, с которыми у вас прекрасные отношения. Или здесь день помириться, поговорить. День для любви. Вот двойка чаш это доверие любой. В общем, купайтесь в ласке и в обожании друг друга. Это может быть встреча для любви. Вот такой знаменосный день, который будет вот тем краеугольным счастьем, камнем, на котором будет строиться все счастье. Потому что здесь может встреча любимого. Или вы увидите, что работа где-то нужна. Или увидите какие-то возможности. То есть то, что вы будете любить. И пентакли это деньги. Пятерка пентаклей это вы сможете, может сохранить деньги. Потому что пять это, смотрите, не потратить деньги на то, что вам не нужно. Но когда, когда хорошо. Когда доход выше, чем расход. Но по пятерке пентаклей бывает наоборот. Бывает, что доход не соответствует расходам. Расходы больше, чем доход. И здесь нужно соразмерение. Нужно подумать, где можно лучше заработать. И не думать, что какие-то ограничения для вас есть. Там, где вы найдете шанс для себя, идея какая-то придет заработать, не теряйте ее. Потому что многие люди по этой карте теряют идеи. Теряют возможности. Не верят в свои силы. То есть здесь желательно ничего не покупать, во-первых. Особенно в прок. Такого крупного. И желательно, вот знаете, какая-то дверь здесь, смотрите. Люди страдают, а замок есть. Только нужно ключ подобрать. Знаете, может вы страдаете, что у вас недостаточно денег. Просто вот замок уже есть. Уже идея есть. Только ключик подобрать. Как я могу это сделать? То есть дверь это идея. А ключ это путь. Как? Путь, как ключом открываешь. Итак, Ленорман говорит. Гора и крысы. Вот что это за день. Да, я вижу, что именно в финансовом плане это потери денег. Если вы купите то, что вам не нужно, вас кто-то убедит, что вам это нужно, вам это не нужно покупка. Крысы говорят, смотри, осторожно, не теряй ничего. Не выбрасываю ничего. Потому что иногда вот по этой кон-мари, там, ну это все билетристика. Я как-то увлеклась и выбросила под горячую руку, там, пять или шесть огромных мешков одежды. Теперь очень жалею. Потому что у меня была такая красивая одежда. Я могла это все надевать на свои видео. Anyways, это только пример вам. Что не нужно выбрасывать с горячей ничего, все пригодится. Ну, конечно, если что-то сломалось, или вы чувствуете никак, вот уже мало вам, или еще что-то. Но, во всяком случае, здесь, может быть, гора проблем, да? Может, вы разрулите в этот день гору проблем, то есть решите какие-то свои дела касательно того, что давно напрягало и не решалось, или не хотелось, там, пойти заплатить за все, послушать, что говорит вам ваш, там, или адвокат, или бухгалтер, как-то все дела решить. По-маленьку. Один день достаточно, чтобы решить дела, но вот по-маленьку вы их будете решать. И гора – это много стратегий. Можно обойти гору слева, справа, вверх, вниз, по кругу. То есть здесь карта гора говорит, препятствие – это не значит, что нельзя его преодолеть. Главное – не терять надежду, потому что крысы потери. И все будет хорошо, особенно финансы, берегите в этот день. Ну, а для любви, для общения, для встреч – это шикарный, абсолютно день. Такой расклад. На среду, мои дорогие, что ожидает вас в среду? Сейчас прошу карт. Тенденции дня, энергии. Карта Rebirth, или же Трансформация. И Королева Пентаклей. Но карта Трансформация говорит, что-то уже стало пустым. Видите, вы в таком капюшоне здесь, и внутри пусто. О чем это говорит? Что вот то, что в капюшоне, то, что вас напрягает, о чем вы жалеете, о чем вы печалитесь – это уже пустое. Пустые, пустые заботы. Королева Пентаклей. Вот в плане финансов – это прекрасное время для вас. Да? Это можно заработать, можно найти работу, можно придумать, как зарабатывать. Сейчас главное – самому придумать. Сейчас такое время, где каждый человек должен применять свои таланты, то, что вы умеете. И у вас очень хорошо получится. Старший Аркан. Карта Трансформации. Говорит, что именно в этот день вы что-то осознаете относительно финансов. Потому что есть очень богатые люди. То есть, в каком смысле? Я знаю много таких. Много зарабатывают. Но все тратят. И они просто broke. Они не имеют совсем денег. Потому что пустые траты. Вот здесь пустые траты. Оставайтесь королевой Пентаклей. И нужно избавиться от каких-то пустых трат. Собака. Видите, хорошо все. И мужчина. Мужчина, партнер. Если вы мужчина, партнерша, в зависимости от этого. Верный. Верный, надежный. Встреча, любовь с человеком, который в вас готов вкладываться. Это, знаете, полное доверие. Это благоприятное обстоятельство того дела, которое перед вами. Чтобы получить конкретный вопрос, нужно просто задать конкретный... Вернее, получить конкретный ответ. Задайте конкретный вопрос. Как и так, как будет. Я говорю, что будет все хорошо. Будет все хорошо. Но через препятствия. Вам нужно вот именно найти то, что пустое в вашей жизни. И от этого избавиться. Тогда будет все лучше. Тогда будет все лучше. Через препятствия с мужчиной. Может быть, вы ссорились раньше. Но сейчас будет все хорошо. Вы даже помиритесь. Здесь такие карты, что просто хочется на них смотреть. Особенно, когда вот так выходит. Потому что карта Ленорман направление важно. Мужчина смотрит на собаку. Значит, он готов в вас вкладываться. Это прекрасно. Такой день, мои дорогие. Теперь будем смотреть на четверг. Что даст день? Какие даст возможности? А что и заберет за ненадобностью? Возможности, конечно, это карта Зи Хермет. Или же карта Отшельник. Это Саршаркан. И еще четверка Жезлов. Но это очень хорошая стабильность. Стабильность во всем. Как я сказала, Жезлы – это энергия. Это желание. Приподнятое настроение. Вдохновение. И это очень хорошо. Потому что вдохновение, которое вы получаете от высших сил, дает вам возможность понять, куда вы идете, к чему стремитесь. Знаете, это такой день, когда есть возможность сесть и подумать, в чем мое предназначение, в правильном ли я иду направлении. Такую методику медитации или молитву можно делать ежедневно вечером. Как я это делаю? Я обычно вечером, ну, когда как? Когда просто одну минуту, а когда дольше? В зависимости от времени. Или от дня. Я представляю себе свой день, который я прожила, как бы вне себя. Если я вижу себя, там, как я делаю работу, как я готовлю еду, ну, что я, как я еду в лес. Вот это все я себя вижу как бы со стороны. То есть я вижу себя такую мультяшную. Своего двойника. И взвешиваю. Окей, здесь правильно. Здесь надо что-то подправить. Отшельник говорит, что так нужно осознанно жить, каждый день взвешивать. Вот вечером себя, как бы, видеть независимо от своих эмоций. Не эмоциональную себя. И тогда вы поймете, что вы в течение дня делали правильно, а что и неправильно. Отшельник показывает, что, что бы вы ни делали, вам нужно всегда ощущать себя в силе. Ощущать себя в силе. Эта сила, она от денег не зависит. Потому что любовь – это состояние. Понимаете? Можно себя ощутить в любом понимании. Все зависит от вашего самоощущения. Да, это сильный день. Поднятие вашей энергетики. Что скажет Ленорман? Дерево. И корабль. Это, может, приедут родственники. Да. Кто-то приедет к вам, или вы куда-то будете ехать, или планировать поездку. Здесь даже планировать, может, переезд, связанный с работой, или с другими жизненными обстоятельствами. У некоторых это благоприятные обстоятельства, а у некоторых нет. И когда касается переезда, это почему мы так любим менять жизнь. Потому что, если даже обстоятельства неблагоприятные, но вы переезжаете, вы начинаете жизнь с нуля. И это счастье. Когда вам шанс дает природа все начать по-новому, для кого-то, может, в новой стране, новый язык, все новое, все так здорово, интересно. Но мы обычно имеем в это первое время ностальгию, боимся, и как бы омрачаем прекрасное время перемен, обновления. Так что не омрачайте это все. Я сама эмигрировала два раза, я знаю, что это такое. И я знаю, что это всегда на пользу человеку. Это развивает человека, это дает ему свежий ум, это очень хорошо, новые впечатления, всегда это прекрасный опыт. Здесь вы может вам, знаете, вы не дерево, вы не растение. Вы можете жить где угодно на земле, там, где вас любят, там, где вас уважают, там, где для вас безопасно, там и живите. Потому что одно из главных по международным законам, главное право человека, это на защиту своей личности, чтобы не было опасно, чтобы было, вы чувствовали себя в безопасности. Поэтому многие из вас переедут по этому принципу. Ну, здесь может переезд для работы, или же для любви, или может работа удаленная, или учеба удаленная, или же родственники приедут или уедут, то и другое нужно принимать как есть. Да, то и другое мы принимаем как есть. И поэтому карты, они показывают, дают силы, то и другое, видеть, что жизнь течет, и вот так. Так что, вот такой день, мои дорогие. Давайте будем смотреть на пятницу. Что принесет пятница? Вначале карты Таро покажут, что даст день, а что и заберет за ненадобности. Король Жезлов. Десятка чаш. Шикарный день, очень и очень энергичный, очень для вас полезный, очень положительный, благословенный, можно сказать. Но лучше карты, чем десятка чаш, второй нет. Потому что это карта счастья. Счастье, понимание себя в безопасности, взаимопонимание в семье, у детей все хорошо, у вас все хорошо, все хорошо складывается, радуга, вы миритесь, у вас достаточно денег, на все больше, чем достаточно. И вот такой стиль жизни, который называется лагом. Лагом имеется в виду, все, что нужно, у меня есть. Ну, а большего зачем? Потому что тогда это нагрузка, напряжение, чтобы не потерять большее. Вот такой стиль жизни, он, это стиль 21 века. И он будет свойственен для всех. Все перейдут в четвертое измерение, мои дорогие, все страны и народы, но каждый в свое время. И здесь карта мужчины, энергичный человек, который вас любит, посвящает вам свою жизнь. Это может быть встреча мужчины, это могут быть разговоры с мужчиной, его помощь. Или это вы? Ваша энергия. Энергия полна вот мужской энергетики смелости, предприимчивости. Может, это работа из дома, в своем пространстве, с родными людьми вокруг вас, с родными вещами. Может быть, пятница вот такая у вас. Прекрасно. Смотрим теперь Полинорман. Букет. Башня. Шикарно. Башня – это ваша личность. И букет, расцветаете как букет, как бутон цветов, как бутон и роз. Это выздоровление, прекрасное здоровье, иммунитет сильный, красота, омоложение организма, подарки от мужчины, свидание, букет, конфеты, все что-то приятное, кафе, хорошая погода, эстетика жизни, искусство жить красиво. Вот это все букет. Шикарная карта. И башней может быть работа, не только личность человека. Это работа, на работе букет, это или вы заработали хорошо, или вами довольно начальство. Или если вы работаете из дома, вы хорошо поработали. И можете себе все позволить, даже хватая деньги на букет. Когда хватает денег на букет, обычно у человека все другое есть уже. Так что день роскошный, благоприятный, если покупки будут успешные, удачные, если продвижение каких-то документов, все будет двигаться как нужно, все в свое время, и вы получите прекрасный результат. Такой день, мои дорогие. Давайте смотреть на субботу. Что принесет день? Что даст, а что и заберет за ненадобностью? Это карта повешенной. Одна из лучших карт. И еще, может две? Да, две вышли. Хотела видеть одну, вышли две. А здесь у нас с вами карта еще одна старшая аркан, judgment, суд, и девятка жезлов. Ну, девятка жезлов – это девять жизней, это девять энергий, это очень хороший день. Полон энергии, это прекрасно все. Что будете делать? Кто за покупками? Кто готовит? Кто там встречает гостей? Кто просто проводит день нормально такой, знаете, средний темп и ритм, как обычно? У вас много энергии, все получается, дела спорятся, все удачно, так как вы хотите. Это перспектива на успех. Карта judgment говорит, что здесь идет избавление от какого-то негатива, от того, что вам мешало, надоедало, что не давало вам покоя. Это, знаете, как суд в Библии, когда архангел Михаил дает вам вдохновение, чтобы вы делали что-то. Кто-то вас вдохновит. Это легкая карма, это выздоровление, это хорошее состояние духа, и негатива на вас нет, потому что все это снимается, вот такое искупление, все грехов, можно сказать, да, хорошая карта. А день тоже медленный, но уверенный, потому что карта повешенная, говорит, никуда не спешите, знаете, поспешишь, людей насмешишь. Об этом вот особенно вот такое сочетание, когда идет карта judgment, суд с картой повешенной. То есть не спешите, день медленный, а если кто-то вас торопит, говорит, так, сегодня нужно принять решение, сейчас это им важно, а не вам. Запомните. Делайте все медленно и вдумчиво, и будет у вас 9 энергий. Это 9 кругов защиты, потому что здесь идет связь с родом, это кармическая карта, суд очень хорошая. То есть освобождение от какого-то гнета. Легкий день, прекрасный, медленный, может отдыхать нужно больше, да, и не особо себя не нагружать. Вот такой день, мои дорогие. Давайте будем смотреть на воскресенье. Что даст день? Что принесет, а что и унесет за ненадобностью. Карта луна, одна из любимых. Я сейчас объясню. И еще туз-чаш. Туз-чаш это встречи, это встречи удачи, это встречи хороших идей, потому что у вас какие-то идеи могут быть для вас очень полезные. Это может быть встреча человека для любви, любовь к делу какому-то, любовь к этому дню, потому что день, он благовестник, он благословен. Шикарная карта. Вы будете радоваться в этот день. Все, что будете делать, это будет очень для вас полезно и выгодно. Теперь карта луна в этом сочетании означает перемены к лучшему. Луна может многое означать. Если второе, иногда луна это волнение, это влияние луны, то есть влияние предков на вас, или таланты, которые вы унаследовали от предков. Используя эти таланты, вы прославите свой род, еще и хорошо заработаете. Но луна это перемены. Каждый день луна другая. Это день перемен. Это день, который вам принесет какие-то новые веяния, даст вам возможность получить какое-то откровение от предков. Зов крови. Тени забытых предков. Но это очень важно. Мы не забываем, что через нас живет весь род. Это ваш род. Это хороший такой мягкий день. Луна-то мягкая. Это своя дорога. Это хорошее питание. Уход за собой. Не только косметика и там уколы красоты. Я, кстати, не делаю уколы красоты, потому что я пророк. Я не могу это делать. Пророк не может делать, ну как пророк, предсказать, можно сказать, астролог. Не может делать уколы красоты, потому что мы тогда, ну меняем что-то, да. И я тоже хочу вам, с вами разговаривать, какая я есть. Ну а если вы, например, такой человек больше цивильный, не такой посвященный, как я, то, да, может быть, и внешность, что-то новенькое купить себе там или по-новому что-то сделать на лице. Но карта Луна – это знать свой путь в любом возрасте. Лилии. Любимая карта. Кольцо. Шикарный день. Может быть, вплоть до подарков от мужчины. Лилии – это долгая счастливая жизнь с кем-то. Это подарки для себя. Выполненное обещание. Вы знаете, кольцо – это обещание. И лилии – это выполненное обещание. Поэтому здесь кто-то выполнит по отношению к вам, обещание. Отработана какая-то карма, прошли какие-то трудности. Видите, здесь встречи, свидания, любовь, романтика, начало отношений, начало любви к какому-то делу, которому вы посвящаете всю свою жизнь и вам это очень нравится. Выполненное обещание, выздоровление, подарки. Может, вы себе кольцо купите или вам подарит кто-то какой-то подарок. Дорогой подарок. Вот так, дорогой подарок. Что лилии – это благородные такие растения. То есть, это дорогой подарок от кого-то будет. Или от судьбы. Но это очень-очень счастливый день. Очень счастливый. Замечательные расклады, мои дорогие. Пользуйтесь себе на удовольствие и на то, чтобы планировать свою жизнь. Это классно делать планы. Потому что расклады показывают то, что для вас есть. Возможности, вы о них еще не знаете. Можно меня поблагодарить донатом, конечно, потому что не только словом. Там «благодарю» можно написать, но это только слово. А я делаю дело для вас. Расклад мы делаем. Так что можно и дело меня поблагодарить. Это там 50 центов раз в месяц, если есть желание послать мне мини-донат или стать спонсором канал. Я буду очень благодарна вам. А я знаю, что я вам еще пригожусь. И мы еще обязательно с вами увидимся. Желаю вам счастливой недели. Субтитры сделал DimaTorzok